всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео хотел бы поговорить о сильных сторонах миксинг инженера подобное видео я уже записывал по поводу аранжировщика и в принципе здесь некоторые пункты схожи просто с чуть-чуть с другим с другой стороны угла скажем так взглядом дать я прокомментирую каждый из пунктов которые здесь выделил это такие скажем так самые основные первое должен разбираться как можно большем количестве жанров музыки с точки зрения обработки то есть также как и аранжировщик должен любой миксинг инженер должен слушать как можно больше музыки должен понимать какие-то скажем так каноны того или иного жанра потому что ну конечно же вы можете работать каких-то определенных жанрах например только с рок-музыкой и только с поп музыкой или только с рэпом очень много именитых звукорежиссеров сам продюсеров которые работают только там с двумя стремя жанрами и славится именно в этой области к ним обращаются артисты именно из этих жанров это в этом ничего плохого нет но так или иначе все они слушают разную музыку даже если работают с каким-то конкретным жанром чтобы просто черпать вдохновение какие-то идеи по обработке из других жанров потому что так или иначе везде есть какие-то свои нюансы например там в роке там или в хард-роке более там выделены какие-то ударные накаченные более жесткие гитары там определенность обработка вокала ампров поп-музыки там все всем по-другому там например более плотный бас более яркий близкий вокал там скажем так более как пространственная аранжировка то есть везде подход разные разные работы с эффектами с обработками с реверберацией ну совсем вот поэтому нужно обязательно слушать разную музыку разбираться в ней именно тоже ее анализировать об этом тоже записывал видео как анализировать композиции то есть именно вот вычленять отдельной партии и смотреть как они обработаны какой у них тембр какая частотная составляющая сет нужно тренировать слух обязательно то есть слушать музыку не как слушатель в целом там нравится не нравится мелодия не мелодия а именно слушать с точки зрения технической то есть как записано что там какие частоты где голос зафильтрованный где голос открытый где голос на заднем плане где впереди где там барабаны мощные или мягкие это все нужно для себя какую-то такую шкалу градации определить и выработать свой вкус то есть это не значит вы должны кого-то копировать из кого-то полностью там перенимать идеи надо понимать что это все сделано живыми людьми которых тоже свой вкус есть и не факт что то что они сделали это прямо вот истина в последней инстанции вот поэтому вы должны просто себя определить что вам нравится что он мне нравится то есть чем больше будет слушать музыки тем быстрее вы выработаете свой неповторимый вкус который будете применять уже в своих работах из-за которым будут к вам обращаться то есть вы планируете свою карьеру как миксинг инженер вам это нравится сведение музыки то вы должны понимать что очень важен ваш личный почерк то есть несмотря на все какие-то основные моменты там технические как работать с эквалайзером компрессором уровнями это все понятно но очень важен также вкус потому что это всю теоретическую основу можно выучить а вот если нет человека вкуса он просто этой теории будет пользоваться не совсем так как того требует про песни или конкретный артист и так далее следующий пункт быть меломаном но в принципе комментарии такие же то есть вы должны слушать много разной музыки постоянно анализировать везде на разном оборудовании анализировать как она звучит как звучит там на телефоне как звучит на мониторах как звучит в машине чтобы просто понимать что ваш слух тренировался и понимал как разные жанры воздействуют и чем они воздействуют на слушателя то есть вы должны быть таким как такой музыкальным судьей то есть понимать вот чем трек вас цепляет с точки зрения именно обработки звука то есть не в целом там мелодии эмоции а вот именно технической составляющей в первую очередь следующий владеть как технической так художественной обработкой это тоже очень важный момент то есть очень многие там заморачиваются с тем с частотами с компрессией как компрессировать что кам какие уровни выставлять какие значения то есть очень концентрируется на вот этих технических аспектах вот но нужно запомнить помнить что я художественной обработке то есть нужно не бояться делать какие-то очень жесткие решения какие-то которые вы вряд ли будете применять каждый день но которые подойдут конкретной песни то есть вас должно быть еще вот этот эмоциональный вот этот скажем так подтекст в ваших действиях чтобы передать и усилить воздействие аранжировки и песни самой на слушателя то есть опять же напомню что миксинг инженер задача не просто выровнять уровни или там почистить ненужные какие-то шумы или частоты а задача именно подчеркнуть эмоционально составе составляющая заложенную артистом или аранжировкой более того в некоторых случаях даже порой бывает что нужно какую-то определенную партию из аранжировки вырезать вообще но опять же если вам клиент например на это дает согласие чтобы подчеркнуть ту эмоциональность которую вы хотите подчеркнуть об этом очень многие говорят профессионалы и уже звукорежиссеры с именем они всегда за собой оставляют это право то есть они говорят что я могу что-то из аранжировки выключить вообще потому что это будет мешать достижение какой-то определенной эмоциональной окраски вот это тоже нормально этого не нужно бояться но для этого уже нужно иметь такой некий авторитет свой личный в виде опыта в виде вкуса в виде видения поэтому это опять же нужно все развивать вот из первых пунктов а в художественной обработке еще также как поясню что очень важно скажу так развивать свою фантазию то есть вы слушаете трек вы можете вокал оставить таким какой он есть просто добавить ревер а можете например наложить там кон дефект телефона или какой-нибудь там эффекты не знаю кого-то он из пещеры откуда звучит но опять же это не нужно превращать в некий фарс некий сюр что у вас там каждое слово там подчеркивается каким-то эффектом что то выделяется что-то летает влево-вправо то есть перебарщивать ни в коем случае нельзя опять же нужно ориентироваться на жанры то есть нужно быть скажем так на 90 процентов в рамках и на 10 процентов где-то за них выходить то есть и тогда у вас будет такой вот приятный баланс что и с одной стороны уникальность звучание с другой стороны все звучит в тренде все звучит в жанре и нету никаких там не по ним не по не по ну не поняток скажем так у клиента и у будущей аудитории который будет слушать слышать ваш этот микс далее следить за определением на рынке тех или иных плагинов это тоже очень важно то есть я всегда пропагандирую что не нужно гнаться за установкой новых плагинов там сразу себе по накачать там 500 тысяч плагинов и все поставить и считать что от этого ты станешь лучшим звукорежиссером нет неоднократно говорил и все говорят что можно если владеешь качественного технической художественной обработкой есть опыт то можно свести просто на плагинах которые встроены ваш секвенсор в этом нет ничего зазорного просто с некоторыми плагинами сторонних производителей какие-то определенные задачи можно решить гораздо быстрее и удобнее это факт то есть тут я спорить не буду для этого и все и приобретают сторонних но плагина сторонних производителей потому что в них есть какие-то определенные характер звучания определенные настройки даже сам интерфейс приятнее с ним работать чем например к другого плагина то есть это конечно же все имеет место быть но за этим гнаться не надо не надо думать что если у вас нету каких-нибудь плагинов от вейс например значит вы какой-то неудавшийся миксинг инженер вот вовсе нет но нужно при этом следить что выходит опять же на youtube очень много видео обзоров каких-то коротких презентаций каждого плагина то есть у каждой фирмы есть свой канал там увей все свой канал очень кстати классные всем советую там много полезной информации не только рекламный по их плагинам но еще и общий обучающий до у любого у любого у любой крупной фирмы слайд digital фаб фильтр есть свой канал и вы можете посмотреть обзоры их новых плагинов то есть просто выделяете время там не знаю за кофе за чаем там с утра вечером просто посмотреть что выходит там постоянно появляются какие-то интересные плагины в 90 процентов это все копия того что уже есть на рынке просто в другой обертке чуть-чуть там с каким-то переработанным там алгоритмом но по сути делать все то же самое что у вас уже есть скорее всего но некоторые появляются плагины очень интересные которые позволяют там какие-то решать необычные задачи более быстрым скажем так способом поэтому затем стоит следить стоит слушать стоит сравнивать пробовать демо версии может быть даже скачивать с официальных сайтов пробовать если вам понравится уже принимать решение нужно вам этот плагин или не нужен то есть это тоже очень важный пункт чтобы было такое некое творческое развитие то есть надо понимать что это ваш инструментарий то есть чем большим инструментарий вы владеете тем больше возможности у вас есть при работе над миксами следующий пункт это знание основных частотных зон различных инструментов тут тоже такая идет больше теоретических пункт и которые ну они должны развиваться по мере вашей работы но чем раньше они разовьются тем лучше то есть если вы будете знать частотные зоны каждого инструмента там бочки с нейра вокала гитар то у вас уже с опытом будет уже определенный сразу вы будете слышать звук вот сухой вот вам присылают исходники вы загружаете слушаете все это вместе у вас сразу будет в голове прям ответы на вопросы что здесь бочку нужно сделать такой вырезать 500 герц там добавить одни килогерц ну то есть вас все это будет вас подсознание уже вылезать вы будете это пробовать уже дальше подправлять по ситуации то есть это нужно обязательно работать поэтому если вас счет этого знания вот этой вот скажем так уверенности в этих частотных зонах нет то обязательно потратьте какое-то время загрузите там любую мульти сессию мульти трек просто без обработок поставьте эквалайзер и просто просканируйте каждую частотную зону каждой дорожки и для себя отметьте характер как вам нравится не нравится определенные частотные зоны у каждого инструмента вот и уже от этого отталкивайтесь при обработке что-то вырезаете что-то добавляете то есть это уже практические моменты они всегда разные тут я уже код и единого совета дать не смогу но главный совет это что вы должны быть гибкими вы должны понимать что вы делаете знать что вы делаете и вот знание основных частотных зон это в этом очень содействует скажем так следующий пункт это владение элементарной теории музыки и относительным слухом но здесь имеется ввиду что вы должны все равно слышать слышать партии потому что нередко бывает что нужно и вокал подчистить подтюнить подправить и без знания в целом музыки без знания ладов без относительного слуха то есть относительный слух это когда вы ваш слух настраивается на какую-то тональность например там до мажор и если вдруг какая-то нота не дотягивает до какой-то ноты этой гаммы то есть там чуть-чуть не дотянул гитара где-то или где-то вокал не попал четко в ноту вы владея вот этим скажем так умением вы уже будете сразу слышать и будете принимать решение что с этим делать а человек который скажем так не очень обладает слухом теории он это просто пропустит для него это будет казаться ну так записалось вроде что-то как-то может быть и не так звучит но вроде звучит то есть он прям криминал не слышит а человек с уже сразу там слухом он понимает что не ну так оставлять нельзя это грязь это фальш вот и это там дальше уже принимать какие-то решения либо там переписывается либо правиться с помощью опять же технических средств плагинов и так далее то есть это тоже очень важно нужно поэтому звукорежиссер должен конечно миксинг инженер должен владеть этими знаниями тоже чтобы в том числе и разговаривать с музыкантами на скажу так одном языке ну и самому просто ориентироваться вообще что происходит то есть не думать только частотах там о герцах а еще думать о воплощении этих герц в виде гам аккордов и так далее то есть это тоже очень важно ну и я пометил здесь 7 пункт здравой доли перфекционизма это тоже очень важно то есть такая некая дисциплина я все это тоже отнес бы потому что сводить можно пересводить очень многие особенно начальном этапе этим грешат то есть они свели что-то потом послушали через неделю им не нравится они начали все заново пересводить сроки идут ну то есть это очень частая проблема и к сожалению если вы только-только начинаете первые там полгода год вашей практики будут именно такими то есть вы как вы так будете очень сильно расти в первое время то каждая ваша там предыдущая работа будет казаться хуже чем то что вы сделали вот сейчас вот это будет всегда быть время желание вернуться что-то переделать что-то обновить пересвести где-то конечно же нужно идти на поводу этого желания потому что можете реально сделать лучше но иногда нужно уметь остановиться потому что так можно по кругу ходить очень долго и не развиваться потому что вы работаете с одним и тем же материалом и тратить не очень много времени и очень важно это все-таки выдерживать некий баланс ну тоже касается дисциплины то есть вы должны себе все равно отводить какие-то рамки под конкретный трек из-за него не выходить потому что иначе можно просто бесконечно крутить уровне бесконечно что-то править добавлять убирать и должен также сказать что у вас здесь должна быть еще и здравая доля ответственности и скажем так самоуверенности то есть как я уже упоминал если вы слышите что какая-то партия прям просто мешается она никак не вклеивается в аранжировку в сведение ваше то есть вас все отлично сведено добавляете какую-то одну партию все рушится просто либо сами примите это решение либо поговорите с вашими заказчиками музыкантами что эту партию нужно просто либо убрать либо как-то настолько там как-то зафильтровать и убрать на задний план что ее будет практически не слышно потому что иначе из-за нее там рушится все остальное потому что неоднократно вы будете сталкиваться с тем что на этапе аранжировки были допущены какие-то ошибки или записывалась запасом авось там потом пригодится или а вдруг это пойдет или какой-то чисто музыкант там встал в позу сказал что я хочу что вот именно эта партия была здесь ее записали только чтобы ему угодить то есть очень много частных ситуаций таких вот не касающихся музыки напрямую которые потом вытекают вот в плохие миксы из-за того что просто кто-то когда-то не принял должного решения поэтому здесь еще и важно дисциплина ответственность ну и вот собственно перфекционизм поэтому опять же посмотрите еще раз этот такой скажем чек-лист определите свои зоны над чем вы бы хотели поработать то есть что у вас немножечко недостает чего вас недостает и начинайте развивать это каждый день мы отводя этому по чуть-чуть времени фокусируясь на этом просто развивать ту или иную область там свои работы и двигайтесь к тому чтобы становиться каждый день все лучше 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 опять же успехов точнее пределов для совершенства нету конечно же но всем нам нужно развиваться и развивать то с чем мы работаем над чем работаем и с кем мы работаем ну что ж в этом видео у меня все думаю что все понятно если остались какие-то вопросы какие-то комментарии обязательно пишите я все прочту на все отвечу ну а мы с вами увидимся в следующих видео с вами был дмитрий урсул всем успехов всем пока